Сейчас уходим в проекты, свои социальные, у нас есть для вас небольшие подарки. Это сертификаты. С подарков начинаешь? Конечно, я буду вручать каждому. Да, к нам, что-то остается. В подарках у нас сегодня это сертификат участника пасеки, сделан на очень крутой краб бумаги. Это билет на ночь кино от «Хорошей республики», билет на вечер джаза и 3 часа бесплатного посещения. Также нам сделали фирменные бочонки с медом, программа «Пасека», мед из разнотравья. Я попросил, чтобы не тряслись крышечки, чтобы они плотно сидели, но они сделали некоторые бочонки сильные. Мед из разнотравья. Извините. Да, я прошу прощения, кто из Петербурга, мы вам все вручим. Ну, как-то выяснили. У нас на земле нет. Не удалось найти спонсора из Петербурга. Все, мы начинаем наши презентации. Первым мы называем крутого независимого профессионала из Greenpeace. Елена Макулина. Я бы музыку посоветую выключить. Нет, у нас был рецидент. Вера, я хочу сразу сказать, что я почему-то решила, не спросила, но как есть. Я думала, что мы присутствуем здесь в проектах «Сделывать сотрудничество» или «Рак-этипи-социально-фисология». Оказалось, что нужно присутствовать любые социально-ориентированные проекты в Рабона. И тогда мне возможно было все равно рассказать о других проекте, но раз так получилось, я буду рассказывать все равно о проекте «Ютси-бэнс», то, что мне очень понравилось, как доносится работа на эту мину, и я в конце объяснила, почему он стал героем этой презентации. Сначала немножко о том, как он был сделан нацелок в картоне работных возможностей, и немножко расскажу о себе и все-таки. Я занимаюсь дизайнером в 99-м году и до уличного момента, и сейчас работаю дизайнером, в будущем дизайнером официальной сети России. Я стараюсь участвовать в международных проектах, они мне больше всего не интересуют, потому что, конечно, с другими годами не ищутся чего-то интересного, и мне просто у нас в таких разных сфер больше нравится находить решения различные графические. Из своего прошлого опыта я хочу выделить работу в рамках дизайнер-студии «Медиа-мама». Я недолго в Москве, около 4 лет, а до этого я долго жила в Красной Петербурге. И работа в этой дизайнер-студии мне интересна тем, что такие клиенты, как институт ГИОТЭКО, Германия, Рея, Павликос позволили работать над социально-ориентированными проектами и проектами в культурной сфере. И я думаю, что в какой-то степени это было сообразной такой вакциной, которая привела меня в итоге к тому, что я занимаюсь по большей части социально-ориентированными проектами до сих пор. Из моих интересов, еще особенно предпочтений, мне нравится называть продукты, технологии, придуманные благотипы, обычные, эмблемы, потому что, в частности, это помогает стряхнуться профессионально и работать с руками, и оторваться в прямом переносном смысле от компьютера. Не так давно меня заинтересовала инфографика, и я стараюсь ее интегрировать в свою акцию и работу каждодневную, в ТПС в том числе. И для этого я прошла две ступени курса у Алексея Мачкова, в высшей школе, и ко мне. Поэтому многие мои проекты, здесь два проекта в ТПС, и проект, сделанный мной для моего специального клиента, Фонд Кап, он как раз мне предлагает периодически довольно интересные вещи, которые правильно поступить с инфографией. Теперь к своему проекту. Значит, что у нас было на входе? Наша проектная группа, это я и Иван Бородин, с Ваней познакомилась в первый день работа на Пакатоне, и Ваня мне рассказала, что у него есть технология, которая требует доработки, и когда я услышала, что технология это о том, эта технология помогает перевалить из-за жестов в текст, и эта технология безумно выглядела как такого зеленочного цвета, как пастовое, такая пластиковая штука в руке, и это все, что было, я подумала, что это очень крутая штука, на которой стоит поработать. Мы с Ваней в серии в первый день сами для себя написали задачи, что требуется в рамках этого проекта сделать, петь, пытаться. Мы решили провести анализ свою аудиторию, для того, чтобы потом антуализировать проект для других участников. Мы поняли, что нужно придумывать название, и попробовать создать хотя бы прототип, логотип этого устройства. Мы решили создать серию инфографии, потому что мне нравится ее делать, потому что она нужна, как правило, в подобных презентациях технологий. И продумали полностью структурное наполнение сайта, потому что сайт должен был отвечать двум задачам. Он должен быть ориентирован как на инвесторов, так и на целевую аудиторию. Как всегда, мы не говорим кого, мы хотим все для всех. В данном случае я решила вам помочь, потому что сам проект и сама идея мне очень понравились. Проблема – это глухонемые, особенно слепые глухонемые, которые имеют проблемы с взаимодействием с людьми. Поэтому миссия этой технологии у проекта – это облегчить эту коммуникацию, расширить ее для этих людей. И при первичном подсчете, мы вычисли, что около 14 миллионов человек только в России нуждаются в подобных стелеках. Мы стали думать над названием, и я его здесь просто не написала, я думаю, что понятно, как оно родилось. Финконструкцию мы взяли от таких устройств, как iPhone, iWatch, которые добавляют интуитивное понимание. Потом я вспомнила, как Bluetooth, потом случился небольшой сайт, QC, вы понимаете, добавили band, посмотрели на слово band еще раз, и видели, что это помимо браслета еще и полоса частот, связь, и помнили, что есть название «нот-протеки». Полоса и браслет выглядели на астографическую форму, которая превращает нечто нечитаемое во что-то упорядоченное, и поэтому вот такой был набросок, прототип, прототипом. Мы сразу с вами поняли, что в нашем сайте презентационном обязательно должна быть видеосоставляющая, потому что она, как нельзя лучше, демонстрирует чудо этого технологии. На момент работы нашей совместной технологии была сделана на две-три темы разработаны, и позволяла конвертировать из шестра в буквы всего 20 или 23 буквы по месяцу. Но, к счастью, слово «привет», которое говорят, что вы любите, а про «привет» в ВКонтакте, эти буквы входили в разработанные, поэтому Ваня записал самостоятельное видео, можно говорить, как он это сделает, и в первоначальном варианте слово появлялось на экране у монитора и сейчас вы увидите с окончательного видео, где доработанная технология выводит слово «привет» уже на экран. Дальше мы приступили к алфографике. Сделали два блока. Первый блок – это основные характеристики. Мы рассмотрели со всех сторон этот прототип, вспомнили, что обязательно нужно надеть таро и сделать фотографию. Это фейковая фотография, для того, чтобы была зеленого цвета, это вот эта вот шоколадная непонятная. Мы взяли от этой модели, взяли у Ваня, сняли на мой беларский телефон, который до сих пор остался таким нурадским. Потом писали мне почти в фотошопе, потом я залезла на новый проект, я потом объяснила, почему именно так мы работали, когда вы увидите таймлайн по времени, который у нас был на этот лайк, и понять, почему мы пошли на байкном пути. Ну и, собственно говоря, вот шесть ключевых параметров, которые мы задавали в первом блоке. А во втором блоке я носила под ней и на Ваня, и он мне рассказал дословно, таким образом, вот эта технология жесты превращает в буквы. И мы постарались, как можно более просто назвать каждую из этапов для того, чтобы и инвестора, и целевая аудитория, которая поняла просто и быстро, о чем же вся эта история. Потом мы подумали, что мы бы чуть-чуть делать не вижу, и решили пойти наоборот. Взяли жесты помывленные и на главный экран сайта решили иллюстрировать фразу «Я понимаю», которая вступала в такой некий диалог с тем человеком, который впервые видит это устройство, и сразу нужно инклюзивно понять, о чем же здесь речь идет. Вот, собственно говоря, меня просили дать все, куда действующий ресурс. По большому счету я показала все начинку этого ресурса. Он мало чем отличается от тех сайтов, которые я вам сейчас показываю, поэтому предлагают бы мне не лезть просто. Не тратить его. Единственное, что я хочу сказать, что для Вани это тоже был приятный опыт, потому что я не люблю при зале, но я узнала, что есть Тильда, и он просто быстро научился работать с этой Тильдой, и, собственно, мы структурировали информацию, и он самостоятельно собрал весь презентационный материал с первым устройством. Оно выиграло это устройство, и наш проектный опыт и победило. И вот этот слайд я провожу специально здесь, для того, чтобы вы понимали, что всего у нас на работу ушло 7,5 часов, и я для себя внеслила эту работу как некая подэктипизация тому процессу, который хорошо было бы повторить, только в расширенных визитах, углубленных и так далее. Потому что, ну, конечно, это было дико плохо, ужасно сложно. И я, на самом деле, очень рада, что в итоге этот проект реализовывался, и те деньги, которые я получил Вани, он потратил на допилок технологии, то есть перед мне почти 233, я счастлива. Но, как говорится, был бы неплохо его идти до конца, со мной никого здесь не находил, поэтому я вам сейчас показываю, то, что было сделано в рамках, да, он реализован как проект, да, но у меня лично к нему есть довольно серьезные претензии в точке зрения визуальной стороны, в сравнении того, что я сама ее делаю. Вот. Ошибки и сложности. Я, как человек, который работает в МГБИС, в НКО, здесь привожу какие-то первые вещи, которые мне пришли в голову, не опираясь на работу с Ваней, потому что с Ваней у меня как раз работа была очень комфортная, это был удивительный опыт общения с совершенно знакомыми человеком, когда мы понимали, что это было бы слово слово, это была большая удача. Здесь же я привожу как раз какие-то такие типовые вещи, которые мне самой мешают, но они часто при работе с фондами, с МТО, и при работе в грязьбествах. Про четвертый пункт я не буду говорить, понятно, что он понятен, про риск попасть в зону нарушения. Потому что все помнят, это уже предистория в Ак-30, это был серьезный риск, и даже дизайнерам было страшно. Ну, в момент. Потому что мы хотя бы банялись с вами, с которыми люди висят на платформах. И сегодня мы много говорили о третьем пункте, о некоторой необязательности НКО, потому что и ФБА, и ФБА, и ФБА, и прибыль. Потому что даже мы себя там подкрепим, мыслим в первую очередь, как природоохранная организация, которая должна бороться за биорезнообразие видов на планете. Где здесь деньги? Они где-то потом. Они где-то вот потом. Поэтому иногда приходится сталкиваться с тем, что по отношению к работе или внутри рабочего процесса есть некоторое необязательство ввиду отсутствия коммерческих рисков. Которые совершенно немыслимы в работе с коммерческими статурами. Изошельно восприятия проблемы, такой полный стакан, который воспринимается полупустым, мы тоже сегодня поговорили, когда говорили о том, что НКО часто умоет, часто уходит в пессимистические такие настроения, их тяжело оттуда вытаскивать. И самому я работаю в Greenpeace уже 4 года. И я понимаю, что нужно обязательно встряхиваться, нужно обязательно отходить в сторону, искать какие-то новые углы, новые ракурсы и сбрасывать в себя негатив в том, что не помогает решение каких-то... Ну, не помогает играться свежих из вами решений, он как-то вот так, как-то это нужно. Ну и сейчас я читаю Перехов и Лома, перечитываю книжку «Здоровое общество», поэтому я тут за с вами написала про капитализм. Решила пошутить в конце, хотя, в принципе, по большому счету, я считаю, что это правда. И здесь, естественно, эти 4 пункта, они мои личные. Первый – это возможность помочь людям, а не продать людям. Это очень подкупает. Я не хочу обидеть никого, кто работает в коммерческой сфере, я просто говорю о том, что этот бонус работает с социально-ориентированными проектами, с некоммерческими проектами. Ощущение справедливости именно ощущение несправедливости. Поэтому это скорее первого пункта про помощь людям. И я считаю, что да, что социальные проекты помогают нам с помощью, что мы люди и что использование друг друга мы научились, хорошо это делают каждый день, быть наравне и помогать друг другу. Стоит, потому что на самом деле в содружестве и в равноправных отношениях человек становится сильнее на самом деле. Думаю, вот эта парадигма, 4-я тоже из 3-я вытекает, 2-10 человек на 2 еще. Это такая штука, которая как бы глобально помогает держаться и потерять оптимизм, потому что да, конечно, еще тяжело работать проблона, обладать, помогать и понимать, что еще не скоро ситуация изменится в будущей сторону. Но пессимистично заканчиваем, но на самом деле на плане Вопрос про вопросы, Алексей. Вопрос про вопросы. Вопросы. А что же были? Вопросы, да? Вопросы будем? Есть это в рамках у нас? Если есть вопросы, вы можете задать. У меня еще есть время. Да, есть. Влад, спасибо. А скажи, ну, Хакатон это очень специфическая тема, да, я согласна, что очень многие на кого-то приходят, что-то разрабатывают, а потом это никак не не развивается, как проект, да, вот что ты бы посоветовала агентствам, которые как бы готовы участвовать в Хакатонах, потому что это, черт побери, это тратить как на рабочую, очень жесткую работу все свои выходные, а потом понедельник, и вот чтобы проект развивался дальше, потому что, как тебе кажется, почему у вас дальше не пошел диалог? Я думала, что это, как-то, очень связано с тем, что были совершенно небольшие деньги, я просто знала, какая сумма там у проекта, который выиграли, и было совершенно определенная ясность, что, скорее всего, ребята потратят эти деньги международные технологии, я просто об этом сказала отдельно. Я пыталась Ване, и сказала ему, собственно говоря, что давай дальше работать, и мне обговаривали деньги, время, я просто говорила, давай допринимать, потому что, в принципе, было сделано очень много работы, и нужно было просто сесть, спокойно, расплести, и переработать, переработать, переснять, ну, понятно, что здесь как бы все на коленке, и это, скорее всего, эскизы, и переработать, но здесь как раз мы возвращаемся к тому же люди, которые делают совершенно уникальные вещи, например, вот эта технология, они обладают достаточному уровню ответственности перед своей же собственной технологией, перед своим же собственным трудом, для того, чтобы осознавать, что они обязаны облечь это уникальная вещь, уникальную оболочку, и что уникальная оболочка не может тратиться за 7,5 часов, даже если это, даже если это там супершикарные обстоятельства, удача, и взгляд в одну сторону, и немоверенность влута, и как такое у вас, это удивительно, мне само было удивительно, что это все родилось в такие короткие сроки, но я понимала, что пока мы поставим жирную точку, этот проект не состоится, он же он состоялся, и он состоялся в таком возрасте. И, конечно, меня отыдно, что его не удалось докрутить, но, как иван сказал, да, конечно, я тебя не пришел, но я просто думаю, что у него это стояло на 3-м или 4-м месте, в каком-то дальше времени, даже как всегда. Так что, вот такие ответы. А если вот сейчас, по-честному, если все такие все, ты участвовала дальше в Хакатонах, но после такого возраста? Я бы участвовала в Хакатонах, если вы Хакатонах, если бы, например, были более четко процессуально прописаны определенные вещи, по которым заканчиваются проекты, которые выигрывают. Потому что, на самом деле, я трижды участвовала в подобных мероприятиях, у меня звонит система. И сначала мы тоже с моей подругой, и с Ксенией Максимовной, которая работает программистом, мы с ней прям взяли, и Леша Новичков подумал, что мы сделали это на тильде, а мы, на самом деле, сделали ее верстку. Прямо сделали полноценный сайт, сверстали его там, красиво все было по идее. И тоже мы написали, я написала, Ксении написали этим, этой девочке, Юле письмо. Никто с нами не вышел на связь. Мы подумали, что, может быть, у них проблемы с финансированием, со временем, но это все потонуло. Просто в нашей рутине мы написали по письму, мы все простые люди, и мы не будем дальше делать, Юле циумидей, потому что мы больше не можем, и мы им право просто. Третий проект, даже не буду рассказать, про третий проект. В общем, я за то, чтобы были определенные правила. Если проект победил, то он должен быть доведен до конца. К проекту, который доведен до конца, должны быть определенные критерии качества. Например, это может быть неспейся в плис. Соответственно, когда определенные критерии качества, закончен проект, точно появится. Финансирование, и внутренние какие-то вещи, софинансирование, это уже отдельная проблема. Как будут договариваться между собой дизайнер, как только хочется, чтобы работал до конца, и он тоже так может пройти, сейчас намекает, нам может пойти И люди, которые представляют проект, организаторы этого проекта или авторы этого проекта, должны понимать, что они в полной мере ответственны за конечный результат. И что, видимо, деньги, которые выделяются, могут быть как-то антонсированно разделены на нужды проекта. Потому что этот конкретный проект нуждался в доработке технологии. И, по всей видимости, он нуждался не в тех деньгах даже, а в гораздо больших деньгах. Как бы взятки гладкие. Как раз этот проект пусть будет так. Главное, что эта технология появилась и она работает. Но есть какие-то другие проекты, которые нуждаются, так как вливание в техническую часть, то эти выигрышные деньги должны обязательно тратиться на то, на что тратится 7,5 часов работы с рыбочными глазами просто. А все только неделю, а потом. На самом деле, по времени уже пора заканчивать. Так что, спасибо еще раз. Сейчас к нам потянулся представитель агентства ФЛА. Сейчас на минуту перекинуть презентацию. Субтитры создал. Большое и особое место. Спасибо. Максим Атаев, представитель агентства ЭКЛА. Я здесь, так скажем, новики, ну не здесь конкретно, а вообще в кусотке людей, занимающихся проблона, занимающихся благотворительностью, очень-очень далек от этого всего. Я исключительно про коммерцию в основном. И, собственно, эта презентация – это мой рассказ о том, как случился тот самый первый раз, когда меня уговорили поработать бесплатно, и презентация, в первую очередь, о выводах, которые я сделал на самом проекте. Собственно, начну с банального. Кто я? Я много кто – дизайнер, основатель, сооснователь агентства ЭКЛА, ОДЕЦ и прочее. На нашей презентации сейчас важно, что я создатель «Розовый народ», который, так получилось, стал москотом, крысманом «Черет и шок». Не знаю, насколько вы в курсе про сам проект «Черет и шок», наверняка же. Собственно, не буду заострять внимание на том, с чем они занимаются, но тем не менее. Как все начиналось? Все начиналось с того, что я рожу в одну систему «Волосаток». Соответственно, в его жизни случилась Даша, и у них… в жизни Даши начался проект «Черет и шок». Честно говоря, не могу сказать каких-то там слов о предыдущих результатах «Волосаток» на «Дель и шок». Я знаю только то, что она занимается «Волосаток» очень-очень давно, у нее там куча было разных интересных проектов, и стали мы с ней общаться исключительно как раз в этот момент, когда в ее жизни случился «Черет и шок». Собственно, у «Волосаток» получился запрос, им нужен был локатив, они попросили меня, но я отказался ввиду большой загрузки, и вообще мне было как-то странно работать бесплатно, нет, спасибо. Собственно, они обратились к друзьям моим, которые разработали для них… оп, очки… Да, ошибка, почти не повторяю… Что за ошибка? Еще раз ошибка? Так, друзья, сейчас, минуточку, мы запустим версию… Хорошо, пообщение. Так вот. Им разработали такой довольно голубливый логотип, на самом деле это не последняя версия, я взял специально одну из самых таких стёблок, так скажем, в которой, собственно, букву черти-шоп и английское колечко, мол, да, да, благотворительность, ха-ха. Собственно, ко мне ребята пришли за второй раз, за кем-то районе девок, и пришли за помощью, им нужен был плакат для акции в Атриуме, первой акции черти-шопа по сбору, собственно, одежды. Вот. Ну, задача совершенно простая, очень такая нетворческая, так скажем, нужно было завершать там полную страничку текста А4В, чтобы было понятно, что происходит. Я решил помочь. Ну, просто, несложно, времени много не займет. Что к тому времени у меня было на руках, как вообще родилась идея того самого розового единорога. В тот момент я какое-то время общался с Дашей, и у меня сложил, я немножко отступлю, я клею на людей ярлыки, мне так проще. Вот. И Даша в моей картине мира — это принцесса. Их высочество, принцесса и так далее. Не буду давать подробности, почему так, но, в общем, так. Вот. Соответственно, что мы получаем? Мы берем принцессу, приплюсовываем к ней ха-ха благотворительность, и получаем розовый единорогов, бабочки, любовь, и вот это все такое очень утрированное и сказочное. Собственно, логичный вывод тут. Принцесса, значит, должен быть единорог. Окей, образ выбран. Собственно, дальше переходим к воплощению. Тогда это был излет этого самого замечательного мема про Keep Coming и Carry On. Эта тема была выбрана для плаката, собственно, и получилось достаточно информативно, как мне кажется, хотя носитель языка покритиковал меня за мной английский и убеждал нас, что транса «Роб японс» не очень подходит в данном случае. Собственно, вот так появился первый отравление розового единорога. Собственно, он здесь на месте символа их величества королевы, английский. Вот, в нашем случае у нас другие королевы. Дальше понеслось. Периодически они ко мне приходили с разными задачами. Когда-то я их отбревал, когда-то я их делал. Почти всегда это было бесплатно. Был разговор о том, что «А давай мы тебе будем платить, что ты делал, да нас, т.д.п.» Но мне это не очень удобно. То есть тут основной принцип наших отношений в том, что я делаю то, что мне интересно и хочется делать. Потому что в определенном случае я просто, ну, как бы мой ценник слишком особо для них, и как бы уже начинается коммерция, и вот всегда скучную работу я делаю за день. Все, в общем-то, довольно просто. Вот. Это, собственно, небольшая выдержка из того, что было сделано. Самое главное, пожалуй, из проделанной работы, это ящик для сбора одежды, который делали множество людей. На самом деле подходили к нему и я, как дизайнер, и еще товарищи. Я знаю, что вот господа зерстака тоже прикладывали в руку, была версия в их исполнении. Вот. А сейчас этот ящик каким-то невероятным чудом расползается по нашей необъятной столице пока что. Вот. Да, 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 что делать, по моей точки зрения, с моей точки зрения, невероятно выступить своим проектом. Вот. Не могу сказать, что мой дизайнер помогает ей в этом, там, помогает-помогает. Но он присутствует в жизни такого проекта. Вот. Присутствует он относительно... Ну, во многих аспектах. Не во всех, но во многих. А вот. Итоги. Собственно, то, ради чего я сюда пришел, рассказать о том, что для меня пробовано, как это на меня повлияло и повлияло, и вообще, и так далее, и тому подобное. Больше всего отсутствует отсутствие рамки. Собственно, это самое главное условие как раз...